приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня с вами поделимся актуальной информацией на 4 ноября поговорим о празднике которая все сегодня празднуют и отмечает это великий праздник казанской иконы богородицы что можно делать в этот день что ни в коем случае нельзя делать в этот день также с вами проведем ритуал на исполнение самого сокровенного желания попросим этого у казанской иконой богородицы также как как и всегда по традиции уделим внимание лунному календарю на 4 ноября 2021 года поэтому обязательно досмотрите это видео от начала до конца будет много полезной важной и интересной информации прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя проверьте чтобы был включен колокольчик и на нажата на все уведомления также ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации итак друзья народный календарь на 4 ноября и сегодня 4 ноября отмечаются великий праздник казанской иконы богородицы или по-другому осенняя казанская церквях в этот день происходит большое торжество во время которого вспоминают появление казанской иконы богоматери и 4 ноября это великий церковный праздник и считается этот день считается одним из самых важных в христианском мире потому что люди отмечают день осенний или зимний казанской иконы божией матери в этот праздник принято поздравлять женщин издревле было замечено что именно 4 ноября за окном стоит сырая и дождливая погода казанская икона божией матери обладает огромной магической силой исцеляет даже тяжело больных излечивает слепоту а также защищает от врагов в народе этот праздник считался женским поскольку богоматерь покровительница в покровительница прекрасного пола еще в те далекие давние при времена к осенней казанской уже возвращались заработков мужчины которых женщины встречали богато накрытыми столами обязательно готовились мясные блюда ставилась на стол картошечка квашеная капусточка также хозяйки пекли каравайи из белой муки готовили блины фаршированные курятины жарили пирожки с яичной начинкой старались как могли порадовать своих мужчин голодных и исхудавших за время работы где-то далеко 4 ноябра ноября старались без надобности коней не запрягать но если надо было отправиться в путь то обязательно благословляли наездника иконой божьей матери после отъезда ставили рядом с иконам толстую свечу чтобы она освещала дорогу уехавшему и оберегала от всех возможных в пути проблем также как правило на осеннюю казанскую назначались поздние осенние свадьбы чтобы сама богоматерь благословила на долгий и счастливый союз обязательно наблюдали сегодня и за погодой так если шел дождь что по народным приметам молодых ждала удачи и гармония в браке если же осадков не предвиделось то согласно народной примете супруги скоро расстанутся кстати по этой причине некоторые даже переносили свадьбу на другой день традиционно 4 ноября хозяйки перестилали постельное и меняли нательные рубахи на чистые дело в том что сегодня праздничный день а во-вторых считалось что богоматерь благословит эти вещи и подарит здоровье и удачу если в семье начали часто возникать конфликты то супругам нужно было пойти в храм и у иконы казанской божьей матери попросить наладить отношения она всегда помогала вносила в семью благополучие и гармонию а вот женщины для продления своей молодости проводили на осеннюю казанскую особый ритуал встав на рассвете шли в лес и рвали там с трех деревьев женского рода а это у нас считается и его береза акация листья затем складывали их в виде веера и обмахивались согласно народному поверью после нескольких взмахов женская привлекательность еще год сохранилась а вот девушкам с проблемной кожи надо было в этот день взять освещенное яблочко и мед оставленные после 2 спаса 19 августа яблоко надо было измельчить и смешать с медом чтобы после нанести эту смесь на кожу на 15 минут после смыть и трижды перекреститься перед иконой пресвятой марии в этот большой было праздник было принято читать различные заговоры проводить обряды ритуалы потому что они достаточно сегодня сегодня сильные но также в этот день 4 ноября были и определенные запреты которые наши предки выполняли и так сегодня 4 ноября народные приметы предупреждают что в праздник казанской иконы богородицы нельзя было делать тяжелую работу поскольку эти можно было привлечь в свою жизнь сложности беды тяжести и невзгоды сегодняшний день надо было обязательно посвятить молитвам и покаянию 4 ноября наши предки обязательно посещали храм где набиралась вода которую нужно было добавлять в грудное молоко матерям чтобы ребенок был спокойным и здоровым в питье больным для скорейшего выздоровления а также пить всем у кого не спокойно на душе также не рекомендуется проводить день иконы божьей матери в одиночестве особенно вечернее время надо на готовить разных блюд и пригласить отужинать близких людей родных и соседей считается что чем больше за столом будет гостей именно 4 ноября тем больше счастья ожидает хозяев дома гости же могут подарить казанскую икону богородицы она защитит семью от горести и печали не стоит в этот праздник влюбленным признаваться в своих чувствах не будучи уверенным в их взаимности зато рекомендуется именно на 4 ноября назначить свадьбу считается что пара которая заключила брак на осеннюю казанскую проживет долгую и счастливую жизнь праздник казанской божьей матери нельзя и было отправляться в дальний путь дорога будет полна неприятностей и обманов есть вероятность краж аварий а также знакомств с нечестными и меркантильными людьми также запрещено было 4 ноября жаловаться на любимого человека потому что сегодняшнее недовольство может привести к ссорам и скандалам в этот день лучше промолчать о недостатках своей второй половинки тогда все очень скоро уладится и в отношениях поцарится любовь и полная гармония в день казанской иконы богородицы незамужним девушкам нельзя было сидеть дома утром им нужно было сделать три глотка святой воды и съесть горбушку хлеба больше ничего есть было нельзя после этого следовало пойти в храм где попросить богоматерь поскорее найти суженого также сегодня 4 ноября великий праздник вы можете провести и один ритуал и это ритуал на исполнение своего какого-то сокровенного желания поэтому 4 ноября перед сном скажите следующие слова господи во имя отца и сына и святого духа николай угодник казанская божья матерь помоги мне и называете здесь свое желание эти слова вам нужно перед сном сказать 11 раз затем три раза прочитать молитву отче наш и что для то чтобы этот обряд был действенным был сильным обязательно в этот день угостите кого-то вкусненьким не обязательно нужно угощать именно деньгами можете хлебом угостить может кого-то сладостями угостить в общем на ваше усмотрение как пожелает ваша душа и сердце друзья вот такой у нас с вами день 4 ноября по народным приметам ну а далее друзья у нас с вами лунный календарь на 4 ноября 2021 года сегодня 4 ноября у нас с вами 28 и 29 лунный день убывающая луна в знаке зодиака скорпион и обращаем ваше внимание сегодняшний день какой-то степени подарит нам прилив сил и напитает положительной энергией сегодня любая активность и инициатива принесут только положительные результаты поэтому торопитесь сегодня действовать и решать сегодня какой-то степени деятельный и энергичный день когда превосходно удаются все насущные дела поэтому не упускайте возможность проживите этот день в движении действий и приподнятом настроении получите сегодня заряд бодрости на долгое время вперед в этот благоприятный день можете начинать любые дела связанные с жизненными сферами с работой с домом садом с личными отношениями этот день благоприятен для всех дел так как луна находится у нас знаки зодиака скорпион поэтому сегодняшний день дает нам возможность находить правильный путь свои способы и принципы научиться отвечать за других и себя самого повзрослеть разумно избавиться от различных стрессовых ситуаций и уметь брать на себя ответственность такое время благоприятно для налоговых служб полиции для исследований углубленного характера а также для объединения с фирмами и людьми луна в знаке зодиака скорпион помогает наложить печать страсти на все что у людей имеется в планах и мыслях характерно основательность для всех видов деятельности такой период будет повышенный интерес к различным таинствам к мистике и запретом обычно в это время наколена обстановка поэтому для того чтобы устроить скандал достаточно всего лишь минимального повода хорошее настроение людям поднимут легкий флирт и яркие вещи и сегодня друзья один из наиболее наверное спокойных и светлых дней если вы на протяжении всего лунного месяца жили в согласии с лунными ритмами то сегодня вы получите награду мудрость которая будет дана вам именно луной также сегодня не спешите принимать резкие и основательные решения отложите принятие решений до благоприятного момента сегодня вполне благоприятный день для работы и бизнеса сегодня благоприятное решение денежных вопросов а также хорошо сегодня покупать землю и недвижимость кроме того касательно стрижки волос то именно в этот день отрезая волосы или ногти вы рискуете сегодня отстричь что-то важное и своей жизни есть мнение что если подстричься в этот лунный день вы сможете сократить себе жизнь а наращивание в свою очередь может оказать обратное положительное действие что же касательно окраски волос то глобальное окрашивание волос лучше перенести на какой-то другой день разрешено милирование и тониров и тонировка натуральными красителями для укрепления социального положения прическа и простая прическа поможет вам подстроиться к энергии природы и пожалуйста в этот день старайтесь быть в приподнятом настроении вглядывайтесь внутрь себя контролируйте эмоции сегодня хорошо сажать не только полезные растения но и сеять добрые мысли вокруг себя нельзя сегодня рвать деревья извините валить деревья рвать и дарить цветы сегодня даже можете стать свидетелем странных загадочных и каких-то необъяснимых событий друзья вот такой у нас с вами сегодня день 4 ноября по лунному календарю